У астраханских рыб-артелей официально есть два дня на вылов селеде, но она в сетях гости редки. Поэтому многие рыбаки уже снялись с промысловых участков и сушат сетки. Официально промысел был разрешен с 15 февраля, но распаление льда в Аван-Дельте затянулось. Устанавливать орудие лова рыбаки начали лишь в середине марта. Рыбу начали сдавать лишь в конце месяца. Но и весной погода не благоволила промысловикам. Сильный шторм в Северном Каспии сильно сказался на уловах щуки. Щука сперва появилась, потом резко исчезла. В зависимости от ветров погодные условия у нас. Выполнили рыбаки квоту на щуку 6000 тонн, пока неизвестно. А вот по вобле недобор точно будет уверены о ней. Все потому, что воду с Волгокамского каскада ГЭС начали спускать раньше середины апреля. В результате, как только вода прогрелась выше 3 градусов, половодие уже затопило нерестилище, куда пошли косяки в облы. У рыб-артелей было максимум пару недель, чтобы перехватить ход в облы. Региональный Минсельхоз подтверждает, что квоту по вобле 1500 тонн промысловики не взяли. Объемы судака по вылову и сама выше, чем в прошлом году. Но объемы вылова в облы значительно ниже. Это может быть связано в первую очередь с такими погодными условиями, как большой половодие. Вода разлилась у нас рано, практически после схода льда. В связи с чем в области у нас расшлась по нерестилищам, как только вода прогрелась. В связи с этим объемы могут быть снижены. Снижение 2018 года по вобле хорошо скажется на ее популяции. Рыба вовремя отметала икру, а значит через пару лет численность воблы промыслового размера увеличится. Сейчас Минсельхоз и Росрыболовство подводят итоги весенней путины. Но даже после объявления официальных данных они будут неточными. И любители промысловики значительно превышают официальные нормы вылова рыбы. Особенно страдает от этого популяция судака. К сожалению, большое количество мелкого судака задается за берша. А это приводит к тому, что уменьшается пополнение популяции. И хотя рыбаки через год-два-три могли бы поймать того же судака более крупного размера, выловив его мелким, они утрачивают такую возможность. По оценкам Каспийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства, по всем видам рыб объем незаконного промышленного вылова достигает почти две трети сверх того, что ловить разрешено. В результате рыбы с каждым годом становится все меньше. Чтобы хоть как-то восполнить численность биоресурсов в Астраханской области, введен нерестовый запрет. Он будет действовать до 20 июня. Рыбу можно ловить только с берега, только одной удочкой и только в черте населенного пункта. Весь этот период нерестилища будут под надзором рыбоохраны. Только штраф незначительный, максимум 5000 рублей. Эту сумму можно легко заработать за один день браконьерского лова. Жанна Алиева, Руслан Асанов, Ольга Галич, Андрей Разумный, Центр новостей.